добрый день дорогие друзья сегодня немножко болею я еще простым тут события такие развиваются надо будет обговорить их всех во первых американский конгресс одобрил помощь украине на 61 миллиард долларов они конечно очень долго тянули но может быть это и к лучшему потому что в это время европейцы в общем сами искали лазейки где там найти снаряды и все остальное прочее и тоже выделили 60 миллиардов помощи но это о чем говорит при этом всем американцы заморозили 6 миллиардов российских активов они дали такой толчок что скорее всего послужит к тому что в европе также будут арестованы остальные 200 миллиардов на которые путин собирается войну вести но что я могу сказать это означает что сейчас будет очень жарко буквально с мая месяца до осени фронтах очень жарко уже воскресенье люди звонили оттуда со своего говорили что там уже украинцы стреляется всего что можно раньше они как бы снаряды экономили а сейчас вообще пошли в разнос короче вы поймите меня я не радуюсь никому я понимаю что с той стороны тоже воюют наши граждане наши там друзья родственники коллеги соседи я просто не понимаю зачем вообще к чему это война была начата понимаете столько крови пролито просто так я считаю что вообще нужно сейчас вести переговоры о мире потому что как говорится даже плохой мир лучше хорошей войны ну вот стамбульские переговор до стамбульские договоренности путин это скажем так вообще беспрецедентно потому что это фактически капитуляция украины типа все территории которые они заняли остаются за ними плюс ядерный статус разоружение ну всякая такая байда ну как бог договоренности же это обоюдное компромиссное решение зеленский никогда на такой мир не пойдет он же избираемый президент правильно а избираемый президент это что он опирается как бы на свой электорат украинский электорат настроен так что на такие условия мира или перемирий там никто не пойдет тем более на фоне выделения западной помощи это абсолютно абсолютно что они будут там идти на такие условия да я думаю даже если они вытеснят эти российские войска за границу там даже девяносто первого года военный конфликт без переговоров на этом не остановится просто линия фронта будет проходить по границе девяносто первого года и все перемирие настоящий мир может при не могут принести только переговоры но понимаете дело в том что все уже сейчас уверены что с путинской россии договариваться ни о чем невозможно потому что путином свое слово меняет пять раз на дню сегодня там будем повышать пенсионный возраст завтра не будем повышать послезавтра опять будем повышать понимаете все уже на это насмотрелись наслушались в общем я так думаю что европа и америка сейчас просто засучив рукава сейчас начинает взялись за путинский режим за этот я думаю украина она не остановится на этом на том что даже они вытолкают они будут максимально стремиться к тому чтобы в россии поменялся режим может быть россии вообще не было бы такого государства для них просто если они считают что если путин залижет раны и там через восемь лет будет снова война только их дети будут воевать уже понимаете с детьми вот этих вот людей которые сейчас воюют потом наверно скорее всего в россии там повысится уровень фашизации общества если это все так останется будут вот эти репрессии крепчать поэтому я думаю они не зря вот этот вот легион свободы россии там русский добровольческий корпус сибирский легион наделали они наделали это для того чтобы сюда войти в россию уже плотно и здесь заняться уже на месте в россии смены путинского режима думаю все к этому идет но все понятно конечно что там путин не один естественно там иран со своими сателлитами там балла и все остальное прочее башер асад там и рак все остальное прочее дух уситый вот это вот хамас и прочее всякая мелочь но они там ничего такого крупного себя не представляет вот иран стукнул по израилю там 300 ракет выпустили все почти сбили там пару ракет всего лишь пролетела а вот все что выпустила выпустил израиль по ирану все прилетело точно все попало туда куда надо вот это вам уровень все-таки технический уровень прогресс в военной сфере сказывается потом иран сейчас пошел на по пятна и все больше там не будем отвечать на эти израильские атаки если израиль прекратить сам обстрелы рак но пока вот вашингтонское правительство а именно администрации байдена сейчас занимаются тем что вот они там давят на израиль и на все иранские про иранские группировки чтобы огонь остановить плюс остается еще мощная поддержка россии китай но китай опять-таки там тоже в сложном положении потому что вокруг китая такая полоса выстроилась из южной кореи японии тайване вьетнама там же не один же тайвань там целая куча союзников плюс американский там 6 флот может подойдет с авианосцами там я не знаю китая наверное они там умиротворят скорее всего главное то что они не боятся ядерного удара китая хотя у китая более современное ядерное оружие чем у россии там все это советского союза счастья а вот от россии они боятся ядерного удара тоже непонятно что это такое что за уличие непонятное но вот я хотел бы на фоне вот этого года дракона высоко снова еще на фоне этого сло пожелать всем вам я там независимо от того кто за путина кто против путина там то как там понимаете всем максимально выжить пережить этот год остаться целыми невредимыми чтобы жены до 100 дождались своих мужей кстати я вот я вам скажу так что девчонки ждут пацанов они не гуляют фактически почти все еще не встречал за год ни разу таких которые гуляли по крайней мере молодые девчонки они все честно что пусть они там не беспокоятся все что говорят что они гулялись это все ерунда по моему они все ждут честно по моему сколько я разговаривал все ждут довольно чисто хорошо честно дожидаются также родителям дождаться своих сыновей детям дождаться своих отцов братьев там и все остальное прочее близких в общем одним словом друзей главное чтобы эта война побыстрее остановилась чтобы боевые действия остановились чтобы не было это эскалации но нужны приемлемые условия приемлемые условия как бы компромисс с обоих сторон надо оставлять как бы место для компромисса всегда в переговорах это даже может быть и не значит что все придется уступить но в чем-то украина может быть в чем-то россия надо быстрее заканчивать войну я так считаю ну такой но я не абсолютно не оправдывает путинский режим я понимаю что он мерзкий ублюдский воровской марии певчих вышел фильм да тоже немножко однобокий конечно не все в залоговую цену аукциона упиралась там гораздо сложнее был сюжет закручен в жизни то жизненные вообще факт самого того что путин пришел к власти после ельцина это говорит о том что в обществе был такой запрос почему не немцов допустим пришел в немцов же был преемник путина пришел именно вы не немцов же был преемником ельцина пришел именно путин потому что в обществе был запрос на крепкую руку на силовиков потому что надо вспомнить Что в 99 году Власть Ельцина качалась на волоске Ему же импичмент Уже хотели вынести Там не хватило всего 17 голосов Чтобы Ельцина Не вынесли импичмент И тут Подсуетились силовики Взрывы домов Понимаете До взрывов домов Рейтинг Путина Был 30% Он был неизбираем А после взрывов домов Рейтинг Путина стал 65% То есть был жесткий запрос На силовиков И Ельцин выбрал Именно силовика По его мнению приемлемого Ну не знаю Общество получило то что получило Но сейчас там надо что то менять Скорее всего Пока Путину власти Навряд ли какие то санкции снимутся А они еще отдадут о себе знать Ну ладно Всем счастливо Всего хорошего Доброго времени суток Субтитры сделал DimaTorzok